Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радио Вести ФМ рассказала, что подавляющее большинство смертей среди мужчин трудоспособного возраста в России связано с употреблением алкогольных напитков. 70 процентов это алкоголь ассоциированная смертность. Это алкоголь ассоциированная смертность, причем не только острая. Слава богу, смертность острая, она значительно снизилась за счет того, что изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов просто, которые люди потребляют. Но накопительная алкогольная смертность, циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекрозы, это ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь, скажем, кровоизлияние в мозг у молодых мужчин очень часто ассоциировано без наличия каких-то аневризм или малиформации сосудистых, просто с ранней гипертонией на фоне регулярного употребления алкоголя. При этом Скворцова отметила, что в последнее время наблюдается снижение уровня смертности из-за употребления алкоголя. Это произошло в связи с уменьшением количества суррогатной продукции на рынке. Глава комиссии здравоохранения Людмила Косткина согласна с ней и считает, что в России уже стали меньше пить и меньше курить за последние 10 лет. По мнению Косткиной, национальный проект здравоохранения поможет в борьбе с высокой смертностью. Конечно, во главу угла в этом проекте взятка здорового образа жизни, борьба за здоровый образ жизни и диспансеризация, естественно. И люди, конечно, тоже должны нести ответственность некую за свое здоровье. И думаю, что это тоже заложено в этом национальном проекте.